Одна из важных составных частей музейного комплекса Куликово поле – это выставочный зал. Это место сменных выставок, и та, которая открывается теперь, имеет для нас особое значение. Полевые объекты музея-заповедника выстроены логично. Куликово поле начинает встречу с нашим посетителем Монастырщина, где ему рассказывают, что происходило на земле Куликово поле задолго или не совсем задолго до Куликовской битвы. Это такой пролог. Основная экспозиция музейного комплекса в Маховом – это рассказ о эпохе Куликовской битвы, о самом сражении. Но для наших гостей, для наших посетителей очень важно и то, что происходило после битвы. Почему на поле Куликовского сражения, поле Мамаева побоища, мы находим и предметы вооружения 16-го века, 17-го века. И вот поэтому для нас выставка, посвященная государевой страже, то есть засечной черте, которая защищала границы русского государства в 16-17 веках, и защищала более 400 километров границы. И для своего времени это была очень эффективная, протяженная, системная такая стража границ. И поэтому для нас выставка государевого стража – это очень важный продукт. Кроме того, особенностью является то, что она очень фундаментально научно проработана. Довольно давно, так сказать, вот эта группа наших сотрудников в главе с Игорем Геннадьевичем Бурсовым занималась этой темой. Важно и то, что выставка очень художественно ярко представляет этот материал. Здесь и воссозданный фрагмент Епифанского острога, здесь интересные макеты, здесь предметы вооружения, вот в полном вооружении защитников, так сказать, этой засечной черты. Здесь возможность, так сказать, в синхронистическом ряде проверить, узнать, что в других частях нашей планеты происходило тогда, когда Иван Грозный или Алексей Михайлович выстраивали линии засечных черт здесь или позднее в Белгороде. Ну и, наконец, представить жизнь нашего региона в то тяжелое время, потому что 16 и 17 века, они были, каждый по-своему, были судьбоносны. 16 век – это завершение того процесса, который начал Иван Калитай и Дмитрий Донской, Иваном Грозным, в жестком режиме очень завершение, но тем не менее. А 17 век, когда Россия буквально расплеснулась на восток, частично и на юг, и на юго-запад, вот настолько, что пришлось выстраивать другую уже белгородскую засечную черту. И, конечно, для русских людей этот процесс защиты наших рубежей на юге очень интересен, очень интересен. Тем более, здесь, на этой выставке, использованы те находки, которые были изобретены для создания нашей большой, главной экспозиции «Сказание моего побоища. Новое прочтение». Вот здесь вы видите и протяженность полета пули или ядра. Вот здесь мы входим в рассказ о людях, это очень важный момент, о людях, которые защищали границы русского государства, будь то дети боярские, казаки. Это все довольно интересно и поучительно. Ну и, наконец, есть определенные игровые интерактивные зоны, к которым мы уже привыкли наши посетители, без которых они этот рассказ представляются уже достаточно скучным.